Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием Лакон и научное приключение. Это у нас нуарный 2D квест, который имеет достаточно положительные отзывы в стиме. Сегодня мы его заценим. Так, пустая ячейка. А меню будет, не будет? Если игра понравится, я обязательно её пройду до конца. Да, я сейчас по-быстрому загляну в настройки. Всё, настрою и приступим. Ничего такого выдающегося там нет, поэтому погнали играть. Всё, что можно было включить, у меня включено в настройках. Все эффекты. Ключевые моменты прогресса хранится автоматически. При выходе весь прогресс после предыдущего схранения будет утерян. Сохранить игру или сгрузить вручную нельзя. Пути назад нет. То есть здесь надо будет принимать определённые решения. Вроде бы. Потому что в настройках есть пункт по ограничению времени на ответы. Я не стал это отключать. Так, я думаю, интереснее будет. Что это вообще такое показывает? Что-то непонятное. Что-то там стоит. Какое-то большое, металлическое, непонятное. А вот это, возможно, уже наш персонаж. Дрови, сектор 2. Так, идти. Ходим мы сами, это уже здорово. Мы можем бегать. Идти по лестнице. Мы можем спуститься вниз. Ну погоди, здесь какая-то мадмузель. А вы куда смотрите? Можно я постою с вами? Надо встать вот здесь. Как раз по росту стоим. Ладно, бежим. Бежать. Ну я это и так уже понял. Спасибо, что вовремя об этом сообщили. Мира, иди сюда. Привет. Значок в правом нижнем углу означает, что разговор можно продолжить. О, привет, Ной. Сто лет не виделись. Это точно. Я слышал, что вчера сел корабль с новыми жителями. Прям чувствовал, что ты на нем прибыла. А как тебе космическое путешествие? Отстой, меня как будто заживо замуровали с родителями. Ты же вниз, да? Я тогда с тобой. Как тебе, Дрови? Сначала мне не понравилось. Тут пока довольно скучно. Даже не верится, что когда-нибудь мы будем как Нью Джоран. Но если подумать, тут все равно круто. В плане. Ну мы творим историю, осваиваем чужую планету, строим первую в мире Савьянскую колонию. По-моему, неплохо. Ну не знаю, такое ощущение, что я уже почти все тут видела. Так строительство еще не закончили, кстати. А ты где живешь? У нас квартира на минус восьмом этаже, около лестницы наверх в общую зону. Ого, вам дали одну из тех шикарных квартир, хотя наши тоже ничего. Это, наверное, потому что у меня родители ученые. Все ученые в той зоне живут. Ладно, мне пора. Перемена почти закончилась. Может, в другой раз устроишь мне экскурсию? Погоди, хочу тебе сначала кое-что показать. А можно после обеда? Не хочу опаздывать. Да забей, пойдем. Там очень классно. У меня сегодня первый день в новой школе. Не хочу сразу производить дурное впечатление. А что там такое? Сама увидишь. Мы быстро. Так, чтобы выбрать тот или иной вариант, используйте 1, 2, 3 или мышку. Иногда временное решение ограничено, но ограничения можно встать на настройках. Я его не снимал. Ладно, давай. Ладно, интересно же, только давай не задерживаться. Ты не пожалеешь, пойдем. Да, бежим. Отличная идея. Ну ты и лох медленный. Блин, он не туда пошел. А нам точно сюда можно? Судя по знаку, это запретная зона. Да, запретная, но у меня есть код. Откуда? У меня здесь старший брат работает, он подкинул. А это точно не опасно. Точно, пойдем. Надо было идти в школу. Все, пока. Видишь подъемник? На нем можно подняться где-то до половины купола. Туда, наверх? Но и нас же поймают. Да там никого нет, вот увидишь. Тебе понравится, пошли. Ладно, только если нас запалят, я скажу, что это ты придумал. То есть вся эта конструкция это купол? Они под какой-то защитой находятся. Что мне с этим делать? Ну что, как тебе? Я даже очень круто. Вот. А ты видела вход в шахту? Нереально гигантский, а? Да, очень впечатляет. Получается, у тебя там брат работает, живуть. Почему? По-моему, круто. Стоп, секунду. Видишь, как на коробках... Флаг. Они из Гхары? И что? С чего бы им что-то возить в нашу колонию? А почему нет? Пади, хотят украсть у нас какие-нибудь крутые технологии. Ноэ, мы из Гхары не враги. Мы с ними много торгуем и вообще... Вот ты бы стал печатать свой портрет на коробке с потайной камерой. Я бы... Ну да, не стал бы. Ладно, ты права. Слушай, мне пора домой. Спасибо, что меня туда сводил. Было круто. Не, за что только не говори, что мы там были. Ладно, а то он мне влетит. Не буду. Эм, слушай, Мира, я рад, что ты приехала. Я, ну, соскучился. Я тоже. Ой, кстати, мы же... Мне же родители в честь переезда новый iPhone подарили. Надо друг друга добавить. Да, давай. Так. Он у нас теперь есть в контактах. Так, вроде всё. Ладно, пока. Чтобы запустить iPhone, нажмите или щелкните по значку iPhone в левом нижнем углу. Я не вижу этот значок. А, вот он. С тобой можно побазарить? О-ко. Нет, это тебе пока. Задача. Идите домой. Это главный экран вашего iPhone. В левом нижнем углу указана ваша текущая задача. Все ваши разговоры записаны здесь, чтобы вы не забыли, кто что сказал. Да, это всё достаточно удобно. Так. Пульс, шаги, расстояние. Как закрыть? Выйти. Всё, бежим, а то опоздаем. Она в какую сторону? Вот сюда нам надо. А, она же говорила что-то про минус восьмой этаж. Ну, это вроде она про жильё говорила, нет? Сюжет Ясмины Джулиан. Дизайн Михаэль. Музыка Джулиан. Пиксельная графика Майкл. Я могу ходить туда-сюда. Здесь они что-то выращивают. Зачем так глубоко? Всё, мы прибыли. В ту сторону мы пойти не можем. Ну, вообще, вроде бы неплохо пока что. Мне нравится. Банан, яблоко, мультифрукт, синий лёд. Вы что, предпочитаете? Нам только что доставили партию батончиков с зелёной карамелью от Керши. Ух ты, у вас что, есть тулька в кляре? Тульпа. Ещё какая, причём только у нас. Во всей дрове. И ты, значит, тут недавно? Ага, только первый день так здорово, что вы тут делаете тульпу. Я её дома просто обожала. Ну что, пожарить тебе? Извините, я спешу, у меня занятия, но к вам я на обед приду. И побежала она такая. Я опаздываю, опаздываю. В результате останавливается и со всеми базарит. Какую мне сторону-то? Что у вас за урок там? Включите компьютер. А у нас что, онлайн-урок? Ну что? Итак, тебе в сборе и даже мира очень хорошо. Вот ещё прошу обойтись без опозданий. Утром вы познакомились с нашей образовательной платформой, а также с расписанием на этот год. Мы будем проходить всё те же темы, что и у вас дома. Сегодня мы освежим в памяти основную информацию о нашей Солнечной системе. Думаю, большинство из вас всё это помнит, но повторить всегда полезно. Я всё и так знаю. Можно я пропущу этот урок и приду на следующий? Нет, ты ещё понятия не имеешь, о чём пойдёт речь. Давайте я папу спрошу, он вам напишет записку. Уроки обязательно абсолютно для всех, включая сына, начальника службы безопасности, и он наверняка меня поддержит. В состав вашего набора школьных принадлежностей входит карта Солнечной системы. Вижу, кое-кто уже повесил её на стену очень хорошо. А мы? Пожалуйста, все найдите свою карту, на этом уроке она вам понадобится. Чтобы переключить модуль дополненной реальности в режим расследования, нажмите, чтобы... А, объект, который можно рассмотреть, будет подсвеченным. Чтобы перейти вправо или влево, нажмите... Таб или... Шифт? Я смотрю, нажмите. Помните, что в режиме расследования нельзя ни с кем взаимодействовать. Стой. Блин, а можно ещё раз? Что это у нас? Привет, родная, мы уже соскучились. Удачи на учёбе, до встречи вечером, мама. Это карта, поговорить с учителем дровья Гхара Нью Джоран. А это, видимо, карта. Ну всё, больше ничего такого нет. Прекрасно вижу, у всех есть карта, она поможет вам справиться с заданием. Мы приготовили для вас кое-что ещё. Вырезку из недавно опубликованной статьи. Сейчас я перешлю вам всем бланк и статью. Возьмите айфон и откройте флатки с новостями и бланками. Когда заполните бланки, не забудьте их сдать. Иногда следует остановиться, перевести дух и всё обдумать. Сев на скамейку, диван или стул, можно достать айфон и посмотреть всё, что вам уже известно. Здесь хранятся все найденные газетные статьи. Перейдите на этот экран, чтобы узнать свежие новости. Маленький подпрыгивающий значок означает, что на айфоне можно прочесть что-то новое. На этом экране айфона хранятся бланки. Ваша задача подставить вместо пробелов верный ответ. Га-бланк пора будет сдавать. Снизу появится кнопка отправить. Переслазить бланк нельзя. Окей. Найдена замена литию. А что за бланк? Первое поселение людей за пределами Гхары. Колыбели человеческого рода была основана в 1608 году. Им стала небольшая научно-исследовательская база на Милане. Одном из трёх спутников планеты. С тех пор прошло много времени. И сегодня человечество покорило большую... А, то есть я должен менять. Я понял. Так. Почти 4 века вершиной развития технологии считались литий-ионные аккумуляторы. До недавних пор никто и представить не мог, как резко вырвутся вперёд аккумуляторы на основе телания. Два года назад учёные создали первый теланиевый прототип, который выгодно отличался от литиевых по всем параметрам. Ёмкость, вес и долговечность. Телание всегда считался редким материалом, однако в прошлом году под дровянской корой были обнаружены богатые залежи руды. Началась масштабная теланиевая лихорадка, подобная той, что образила первые гхарские лунные колонии. Два участника грядущих технологической революции уже заняли места на планете. Это фракция с противоположными взглядами. Хара и группа эмигрантов с авиантов с Нью-Джорана. Стой! Но в бланках-то у меня про солнечную систему. Первое поселение людей за пределами... А он чё-нибудь такое говорил? Про даты там? Про недаты? Где я должен это узнать? Давай посмотрим на карту ещё раз. Дрови и Нью-Джоран, они близко. Я могу ошибаться, нет? Дальше. Так, в одном из трёх спутников планет с тех пор прошло много времени, и сегодня человечество покорило большую часть луночной системы. Заселение дрови началось всего год назад с авианты, с ближайшей дрови и планеты. Основали собственную колонию Сектор-2. Ну, это, наверное, правильно всё, да? Которая стала вашим новым домом. Так у савиантов появилось не только собственное государство, но и доступ к одному из самых востребованных ресурсов во всём мире. Литию. Ну, наверное, это всё правильно. Тут про литий речь шла. Ммм... Или мне надо Тилани этот выбрать? Ну, пусть будет Тиланию. Так, мир, твой бланк пришёл. Давай разберём ответы. Первый вопрос правильно. Человечество зародилось на Гхаре, а оттуда распространилось на другие планеты. Теперь второй вопрос. Надо... Ты ошиблась, хотя я это уж точно должна знать. Колонии на дрови основали савианты с Нью-Джорана. Последний вопрос всё правильно. На дрови добывают Тилани, это очень ценный ресурс. Молодец, мира, вижу эту тему, ты ориентируешься. А теперь перейдём. Стоп, что это было? Связь потерян. Но это всё равно был, типа, обучающий такой урок. Звонок прерван в связи с экстренной ситуацией. Зафиксировано критическое нарушение целостности конструкции. Просим вас незамедлительно отправиться в ближайшее убежище. А двери убежища будут сблокированы через 60 секунд. Во всех квартирах есть план эвакуации. Погодите, что? Господи, я его видел. Блин, давай ещё раз посмотрим. Типа, вот убежище, мне надо вниз, вниз и направо. Бежим. Я бегу не туда. Где выход из тупого класса? А где выход из класса? Вот он. Блин, тут такая музяка играет. Я уже не туда бегу. Но время не идёт. Так бы мы продули. 40 секунд. Вниз. Эпик. Помогите, на помощь. Постой, пожалуйста, помоги мне открыть дверь. Я. Мира, пойдём, надо спешить. Но она... Прошу, просто возьмитесь за дверь и потяни. Давай. Дело пошло. Открыли. Бежим. Нам вниз. Я знаю, и направо. 10 секунд. Сейчас она успеет, а мы нет. Некоторые люди вообще оттуда убегают. Отличное начало. Даже если с момента расставания прошло уже 10 лет, разговор с бывшей всё равно выходит неловким. Хотя, может, было бы проще, если бы я был к ней равнодушен. Или если бы мир не стоял на грани войны, и даже не знаю, почему я тогда согласился встретиться с Кэт. Думал я всё равно о работе. Моему подразделению доверили охрану важнейшего за очень долгое время гостя Гхары Джозефа Бенни, Древянского министра иностранных дел. Исход переговоров Бенни с нашим президентом грозил определить отношения Гхары и Дрови на многие поколения вперёд, а я ругался с бывшей на тему того, достаточно ли. Часто я звоню дочери, как будто это вообще что-то значило. Мил, ты меня вообще слушаешь? Извини, что ты отвлёкся. На радио? Извини-ка, это просто там было про Бенни. Я из этой истории слегка на взводе. Ну да, ты совсем не изменился. Ты же сама понимаешь, что это дело особой важности. Ты это каждый раз повторял. Ладно, давай лучше про Лору. Мы же про неё хотели поговорить. Я не знаю, что ещё сказать. Ты не заходишь в гости, даже на звонки не отвечаешь. Это неправда. Я с ней ходил на тот кошмарный фильм, который ты ещё смотреть не хотела. Только с тех пор больше месяца прошло. Всё это время ты ей почти не отвечаешь. Не понимаю я, как так можно. Она ни в чём не вновата. Если честно, я не люблю бывать в нашем старом доме. Что? Почему? Соврать сам не знаю. Сразу вспоминаю, как мы жили вместе. Ладно. Тогда, помнится, мы тебя не очень интересовали. Вечно ты это повторяешь, Кэт. Конечно, повторяю. Ты домой почти не приходил. Меня тогда только взяли в бюро расследования, и мы там все жили на работе. Всё, ладно. Мы уже 10 лет одно и то же обсуждаем. Лора уже в подростковом возрасте, ей очень нужен второй родитель. Да и мне тоже. Я постараюсь справиться. Отлично. Тогда, может, прямо сейчас к ней зайдёшь. Она как раз дома, и вам мешать не буду. У меня дела. Да, давай. Хорошо. Правда зайдёшь? Лора очень обрадуется. Мне пора. Приятно было увидеться. Мне тоже. По дороге домой, я начал на себя злиться. Не за что... Что недостаточно... А, не за что... Не за то, что недостаточно проявлял любовь к дочери, а за то, что правда любил её куда меньше, чем следовало бы. По крайней мере, тогда мне так казалось. Визит Бенни сильно меня нервировал. И работника никак... Работа никак не шла из головы. И что у нас здесь внутри? А почему у тебя нет? Нет, а, вот он. Так. А где задачи? Тоже идите домой. Секунду. Всё, можно продолжать. Прикольная пауза здесь. Картиночка. Я посмотрел ещё дату. Сначала у меня не получилось, пока я читал. То есть, это 1840 год. Сначала у нас события были в 1800 году. То есть, прошло 40 лет. Давай зайдём внутрь. А я не могу, да? Нам надо налево. А мы пойдём направо. Ну да, нас не пускают, разумеется. Он сказал, что он зайдёт к дочери. Давай. Как до неё добраться? Или это на вечер встречу? Блин, зачем здесь столько лестниц? Это всё такое странное. Надеюсь, здесь сюжет будет кайфовый. Интересный. Что это? Зайти к Лоре. Доча, где ты? Доча, почему ты чёрная? Хм, ты же вроде детектив. Нет, тебе не кажется, что твоя жена тебе изменяла? Привет, Лора. А, это ты, пап. Привет. Всё работаешь над романом? Да, хотя нет, пожалуйста. Не смотри на экран. Там все перепис... А, всё переписывать. Хотя я забыл, как его жена выглядит. Так что, возможно, нормально. По делу? Так решил зайти поздороваться, а то в последнее время всё не успевал. Мама заставила, да? Нет, это была моя идея. Я же не маленькая, знаю, что вы разговаривали. Да, но твоя мама не может заставить меня что-то сделать. Как роман пишется, дашь когда-нибудь почитать? Я сейчас над другим текстом работаю, но роман... На роман времени не хватает. Там на конкурс надо долго рассказывать, скоро уже сдавать, так что надо дописывать. Понятно, извини, что так отвлёк. Ладно, я, наверное, пойду, если ещё захочешь в кино, зови. О, так тебе всё-таки понравился фильм? Туфта, это не фильм. Кто бы сомневался, пока. Так, может, стоит достать свой планшет? Пропущенные новости одна. 40 лет со дня инцидента в Секторе 2. То есть, это то, что нам в самом начале показывали, или что? Ровно 40 лет назад произошёл трагический инцидент в Секторе 2, после которого Нью-Джоран навсегда лишился возможности колонизировать дровью. В строительстве колониальных шахт был допущен ряд критических просчётов, которые привели к серии взрывов и обвалу большей части жилых тоннелей. В тот роковой день погибли больше тысячи человек. А я это читал или нет? Бланков нет, ничего нет. Задача идите домой, разговоры. Супер. А где наш дом находится? Загрузить новости. Новые. Ой, сейчас начитаемся. Символический визит Бенни. А потом все эти новости мне надо будет использовать. Этим утром, проведя в космическом полёте 6 недель, на Гхару, наконец, прибыл самый важный гость межпланетного торгового саммита Джозеф, министр иностранных дел Дрови. Будучи одним из самых ярых критиков правительства Гхара и его вмешательства в жизнь колоний, Бенни уже достаточно давно борется за экономическую и политическую автономию Дрови. Вероятно, в первую очередь он потребует полного освобождения Дрови из-под Гхарской власти. Однако эксперты убеждены, что президент Робертсон не согласится на выдвигаемые требования. Специалисты по делам Дрови в кабинете министров Роберсона выступают против того, чтобы предоставлять колонии новые права и свободы. Это особенно актуально в свете растущего влияния Совятского фронта, экстремистского ответвления одноименной религии, которая продвигает антинаучные заблуждения. Независимость Дрови неизбежно приведёт к тому, что эта группа обретёт большое влияние в нашей Солнечной системе. И всё же Робертсону так или иначе придётся пойти на уступки, чтобы не накалять и без того напряжённые отношения между нашими планетами. А зачем надо загружать новости? Здесь что, нет интернета? То есть у них летают тачки, а новости они должны загружать? Купить сигареты, а мне наверх надо. Украине больше не убивает, ведь онкологические заболевания остались в прошлом. Впрочем, оно всё также вызывает зависимость. Сигареты продаются в самых разных уголках города. На главном экране айфона видно, сколько у вас осталось сигарет. Можете помогать Нилу бросить курить, а можете любоваться городом, выкуривая очередную сигарету и решать вам. Это будет как-нибудь влиять на концовку? Давай, забирайся. Он не так уж далеко живёт от дочери, я оглянул на собственное отражение в стекле. Лицо, отражённое в стекле лицо, опустил взгляд на Яруса, спросил себя, почему признался, что мне неуютно в нашей старой квартире. Кэт, наверное, решила, что я по ней скучаю. Может и так, наши встречи всё ещё тяжело мне давались. Хотя, возможно, я просто не мог забыть разочарование и чувство вины. Мы, люди, бесконечно пытаемся всё анализировать, но некоторые вещи по полочкам не раскладываются. Он мог бы и почаще дочь-то навещать. Добрый день. Господина Конрада нет дома. Наверное, потому что я стою в коридоре. Хотите оставить ему сообщение? Нет, это я и я снил. Конрад, давай заново сканируй. Функция сканирования недоступна. Пожалуйста, свяжитесь с администратором. Прекрасно, видимо, опять сканер полетел. Надо проверить, и фон может присылали оповещение. Кто-нибудь может вам написать. На этом экране можно посмотреть новые сообщения. Код на входной двери. Уважаемый господин Конрад, надеюсь, вы прочтёте моё сообщение вовремя. В вашем доме сломалась система сканирования, мы уже начали ремонтные работы. Поскольку входная дверь не сможет вас опознать, вам нужно будет ввести резервный код. Напомню, что в целях обеспечения безопасности этот код ежемесячно обновляется. Актуальный код 9264. Как только функционал системы сканирования будет восстановлен, я сразу вам сообщу. Прошу прощения за доставленное неудобство и надеюсь, что этот вопрос решится в самое ближайшее время. Вообще, это так тупо. То есть, это получается его личная квартира. И какой-то чел ему скидывает код от этой двери. То есть, как минимум, один чувак знает код от его двери. Он может прийти и зайти туда спокойно. Это тупо, нет? Сейчас, 9264. Куда его вводить, пока я не забыл? Добрый день. Так, иногда нужно набрать на паде некую последовательность цифр. Круто, я уже все забыл, спасибо. Открыть пад. Какой там был код? 9264, да, круто. Добрый день. Вывели верный код, открываю дверь. Плюс его почту могут взломать, например. И получить также доступ к его квартире. И все достаточно просто. То есть, надо знать 4 цифры. Привет, Гарри. Как свиданка с бывшей? Замечательно. А ты как думал? Надеюсь, было ради чего меня бросать. Как ситуация? Пока на сегодня все. Бенни и его сопровождающие сейчас общаются с президентом Робертсоном. У них там сегодня ужин с какими-то воротилами. В целом все хорошо, ничего особенного. Хотя ребята Бенни меня конкретно вывели. Они нас колонизаторами раз 10 назвали. Вот еще бы раз услышал, точно бы кому-нибудь по морде съездил. Короче, хорошо, что дальше они до конца дня на Джонсоне. Будем надеяться, что после саммита дружелюбие немного прибавится. Да, сомневаюсь. Видел статью про возможные итоги торгового саммита. Не знаю. Нет? Нет, а надо было? Вообще, сотруднику бюро неплохо бы следить за новостями. Там было что-то такое, чего мы не знали. Политические обозреватели предполагают, что Гхара не собираются удовлетворять требования Бенни. А, ну тогда я читал. Мы это уже месяц везде читаем. Как по мне, Бенни вообще ни на что претендовать не должен. Мы им колонию выстроили. Так, ладно, шеф назначил завтра на 9 утра брифинг. Не опаздывай. Принято, до завтра. Привет, Гораций, что скажешь? Покормить его надо, наверное. А то умрет с голоду. Что еще хочешь? Давай погладим. Больше нельзя, видимо. Можно выкурить сигарету. Ну давай. Все, я должен сам выходить или что? Видимо нет. Где твоя кровать-то? Эта кровать? А, тут лестница есть. Там кто-то что-то написал. С помощью глоссаря можно освежить в памяти важные места и имена. Да блин, это задолбаться, можно все перечитывать. Привет, Нил. Спасибо, что зашел к Лоре. Она, наверное, скрывала как могла, но она была очень рада тебя видеть. До встречи, Кэт. На здоровье. Ему как раз по пути было. Все равно мимо ее дома шел. Кара. Какой-то срочный вызов. Алло. Привет, Конрад, это я. Как там дела? Плохо. В Бенни стреляли. Эээ, что? Как? Что с ним? Он мертв. Ты сейчас где? Мертв? Я спрошу, где ты сейчас, Конрад? Я дома. Я попрошу кого-нибудь тебя подобрать. Знаешь же, я не... Мне на поезде ехать 15 минут скоро буду. Давай быстрее. Вообще, ладно. Вот такая вот игра. В принципе, она неплохая. Она мне понравилась. Я хотел бы ее пройти до конца. Но пока что мы на этом закончим. Что будет происходить дальше, мы уже узнаем в следующий раз. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok